В общем так, проговорил Белов убежденно, есть резон побывать в Паласе. Ночи и пойдем. Это Эдуард Кондратов, его роман «Жестокий год». Место действия – Самара. Время действия – лето 1921-го. Отправляемся вслед за ним. Выстрелом дважды и трижды. Воздух разорван в клочья. Пули ответной, не выждав, скрылся стрелявший в ночи. Две большие лампочки, засунутые в разные плафоны, кое-как освещали вывеску Паласа. Не самого захудалого заведения, открывшегося в Самаре к лету 1921-го года. Вывеска была большой, но в ярких броских буквах, которыми она была нарисована, еще ощущалась неуверенность. Как будто бы рука художника, дописывая их, пугалась собственной смелости. Звуки Чарльстона и Шиме, рявкая пригушаясь, рвались из распахиваемой швейцаром двери. Их издавал жиденький оркестрик, состоявший из трех хорошо известных в Самаре евреев, которые неизвестно как не померли с голоду во время военного коммунизма и не были расстреляны при Чехах. Теперь у них снова был и стол, и дом в том же самом модерновом ресторане, где когда-то располагался аквариум. И теперь у них снова появилась надежда выжить. Несмотря на охватывающий по Болжье голод, древняя пианино самоотреченно дребезжала, а скрипка и контрабас не жалели дефицитных струн. И хоть в Брестоле и в Ницце клиентов развлекали то цыганский оркестр, то дамский оркестрик, но и здесь в паласе свободных стольков было мало. Только три свои широкие ступени, еще сожень тротуара, освещали большие полукруглые окна паласа. А глубже на улице была если не тьма, то полутьма, откуда иногда выныривали то мужские, то женские фигуры. А если сильный пол, уверенно топая каблучищами и шаркая штиблетами, пер на светлый прямоугольник двери, то кожаные и парусиновые туфельки едва-едва касались земли с интригующей медленностью. Голодуха уже выгнала из отдаленных деревянных слободок и каменных кварталов девиц и молодых и не очень молодых женщин. Работы не было, хлеба тоже, а инстинкт самосохранения требовал. Как хочешь, оживи. В паласе было дымно и весело, но до пика разгула было еще далеко. Оживление начиналось где-то около одиннадцати и продолжалось до половины второго, двух. Именно эти часы и вспоминались впоследствии, чаще с изумлением и горечью, а реже со смачным причмокиванием. Да, мы гульнули. Теперь время шло только к девяти. И хотя в паласе было, кажется, все, и кошачья музыка трех евреев, и шарканье танцующих, и звон посуды, и пьяные выкрики, и хлопанье пробок, и громыханье отодвигаемых стульев, В общем, все компоненты разухабистой ресторанной какафонии. Однако пока что здесь не витал дух пьяной, истеричной безвинченности, под влиянием которой люди теряют свой человеческий облик и бывают способны на ничем не окупающиеся поступки. Без четверти девять в паласе было еще очень мирно. Нет, уважаемый, нет и нет, произносил толстяк, смакуя каждое свое нет. И Белову показалось, что хвалить и утверждать что-либо он стал бы куда с меньшим удовольствием, чем отрицать. Нет, в Самаре дело не сделаешь, это вам коммерсант говорит, а то, ишь, свечной завод. Он перевел дыхание, плеснул в большую рюмку вина, но пить не стал. Меж тем его хмельным разговором не было ни конца, ни краю. То он говорил о болезнях, потом переметнулся на инфляцию и погоревал о том, что русский человек забыл святое слово – рубль. А потом вновь вернулся к ночному разговору. Нет, брат мой, уезжай-ка ты назад в Тамбов, а в Самаре дело не сделаешь, это я тебе говорю. Это что же, везде можно, а у вас нельзя? Разглагольствовал болтливый толстяк, размахивая вилкой. Это от чего же, позвольте спросить? От того, что здесь Самара, наши отроду конкурентов не терпели. А если и сумеете начать дело, власти прищучат, как милого голубчик прищучат. Власть, она чай везде, одна, не сдавался тот. Одна, благообразное лицо Анепмана ожесточилось. А вот не нюхали вы, голубчик мой, Самары, не нюхали, а еще придется. Он в сердцах выпил рюмку, плюнул на пол, поморщился и немного успокоился. А потом навалился грудью на стол, заговорчески оглянулся и зашептал чуть слышным шептом. У нас по ночам ЧК озорует. То здесь обыск, то там. Вчера вот и у крестного мого были. Жены сынали золотые кольца и сережки. И 130 миллионов конфискация. Вот она, Самара. Вдруг внимание Белова привлек мальчишка лет двенадцати в мужском пиджаке и выцветшей казачьей фуражке. Он что-то говорил его товарищу, Ягунину. А когда тот встал из-за стола и направился вслед за пацаном к выходу, Белов ощутил смутную тревогу. «А ты не брешешь?» – спрашивал на ходу Ягунин, крепко держа мальчишку за плечо. «Да нет, дяденька, ей-богу!» Мальчишка дважды перекрестился. «Военный вас спрашивает. На вас показал. Ей-богу!» «Позови, – говорит, – вон того, Сивва. А я, – говорит, – у входа буду». В вестибюле горела одна единственная лампочка и пахла сыростью, плесенью и мочой. Швейцара в дверях не было. Вместо него там стоял какой-то огромный детина в солдатских обмотках. Лицо его было видно очень плохо. «Вот он!» – сказал мальчишка, обращаясь не то к Ягунину, не то к обладателю обмоток. Ягунин отпустил плечо мальчишки, сделал еще несколько шагов, а сам тем временем оглядел вестибюль. Чуть поодаль у стены какой-то кавказец искал девицу. Еще дальше стоял теперь тот самый мальчишка, готовый, если нужно, тотчас юркнуть на улицу. Вот и все, если не считать пахана и долговязого урку, который тотчас появился из-за его спины. Хоть свет в вестибюле был и никудышный, но Ягунин сумел рассмотреть в руках долговязого финку. Пахан держал руки в карманах. Ягунин тоже всунул руку в карман, но достать наган не успел. Урка бросился на него с ножом. Ягунин оттолкнул его, но от этого толчка наган вывалился из его кармана и звекнул пол. Нос вперед, Наринный рухнул через подставленную Ягуниным ногу. Ластаясь по полу ржабы, он пытался дотянуться до нагана, но Ягунин отбросил наган ногой еще. Дальше сам сцепился с парнем в обмотках. Кавказец, который стоял у стены с девицей, словно бы провалился под кафельный пол. А в дверях стали появляться и тотчас исчезать любопытные лица. Распахнув дверь, Белов мгновенно оценил обстановку. «Руки вверх, сволочи! Бросай оружие!» – крикнул он из руки Долговязова выпала Финка. «Но живо к стене!» – продолжал командовать Белов. И в этот момент раздался слабый хлопок выстрела, а потом еще хлопок чуть погромче. Это вдребезги разлетелась лампочка под потолком. Вот теперь разбери, где свои, а где чужие. «Стой!» – крикнул Белов. Брызнуло стекло входной двери. Ягунин, нашедший на полу свой наган, выстрелил раз и два и не попал. Три фигуры метнулись от паласа в плотную уличную темноту. «Теперь ищи свящих, Чека!» Выйдя из паласа на улицу, Ягунин увидел, что в шагах в десяти от входа в ресторан подрались две девицы. Впрочем, это ему показалось, что они подрались. На самом деле, одна из них, длинная и масластая, била своей дыриной сумочкой из фальшивого крокодила молоденькую девушку, которая сидела на скамейке и закрывала руками голову. Била она конкурентку и по голове, и по рукам. «Говорил я тебе, падаль, не ходи сюда!» «Говорила!» – хрипло выкрикивала нападавшая. Она подхватила рукой свою юбку грязно-зеленого цвета и пыталась сумкой ударить по лицу белокурую девицу. Та даже не пыталась встать с лавочки, но каждый раз прикрывалась, руками закрываясь от сумки. Сначала Ягунин хотел пройти мимо, но поскольку голосок избиваемый звучал очень жалобно, а никого вокруг не было, он подошел к ней и дотронулся до плеча. Что, больно, да? Да ты не реви, слышишь? Но белокура и девица все равно продолжала реветь по-детски, жалобно, вздрагивая плечами под тоненьким ситечком кофты. На этом мы оставим пока и чекистов Белова, Ягунина и других героев романа Эдуарда Кондратова «Жестокий год». Напомним, что «Жестоким» Кондратов назвал год, столетие которого мы с вами сегодня отмечаем, вспоминая не только тех, кто был жесток и жесток, но и тех, кто умел в это время пожалеть слабого. Этот клич не упрек, не обида, Это волк забывает во тьме, Под кошмою кошмара завидя, По снегам о зашагавшую смерть. С вами был Михаил Перепелкин.